Девушки отдыхают Девушки отдыхают Видимо, нашему дракону не очень понравился начальный жест оппонента Вы посмотрите, сколько он обносит ударов Он вовремя ставит бок и не пропускает даже этого удара На филе на обрушивается град ударов Это просто кровавое весело Пульса есть И победу одержал Дракон Вот так, дорогие зрители, заканчиваются по-настоящему эффектные зрелища Еще минуту назад нельзя было понять, кто выиграет Сейчас вы увидели зрелищное, кровавое Мексиват Внимание! Разрел! Молодец! Слышали! Такое шоу устроил! После завтра ставки на тебя космические Так смотри, не подведи Я не уйду драться Я не понял Ты человека чуть не убил Ты, Вань, знал, на что шел И он тоже знал Или что? Ты думаешь, он бы тебя не добил? Это его дело Я больше не выйду на ринг Мне, Вань, глубоко наплевать Что ты там себе наобещал Но послезавтра ты будешь биться Если хочешь, можешь уйти с ринга Вперед ногами Да ладно, тебе надо расслабиться Это так ломает, что иногда кажется, проиграть легче Ну ничего, ты привыкнешь, пооботрешься Вань, посмотри на меня Ты думаешь, победителем быть легко? Нет Я больше не выйду на бой Ладно Расслабляйся пока Послезавтра за тобой заеду на тренировку Зачем? Вань, зачем ты это все делал? Зачем объяснить? Ты придурок! Зачем все это? Для кого это? Ваня, для кого? Спала, зачем? Хотела бы я, как в кино Случайно задел на улице Спросил, как свободу Вот и познакомились А я недавно так познакомилась Ну машины со штрафстоянки забирали вместе Разговорились Он меня номер телефона попросил А как же Вадим? Во-первых, нищем кто не позвонил Во-вторых, что Вадим? У него роман с Сашей Я же говорила, что Саша стерва Барковский ее еще в отдел взял Мы теперь работаем вместе Но я не злюсь Не знаю почему Странно Давай еще мороженого принесу Да, давай Ты знаешь У меня есть огромное желание Держи Спасибо Не ходить завтра на работу А провести целый день в постели Как тебе идея? Я думаю, ты не сможешь Почему? Потому что твой внутренний зверь-бизнесмен Не выдержит из тебя самого Ну, в конце концов Я же могу ему приказать Сказать, например Эй, внутренний зверь Ты ведь наконец нашел девушку Ради которой хочется сбежать с работы Ну, значит, твой внутренний зверь Очень даже ничего Ну, да Ты еще период дедлайнов не видела Спасибо Ваня жив Слава Богу Ну, ты хоть бы обувь снял У Рокси Ваня, ну поговори со мной, пожалуйста Ну, возьми же ты себя в руки, в конце концов Ваня из похода вернулся Вернулся, да Устал только сильно Всю ночь через горы шли Вижу Слушай, у тебя что-то кроме фруктов Нет Но мы можем, например, пойти в ресторан поужинать Или заказать на дом пиццу Как черепашки еди Например Ну, тогда мне нравится больше второй вариант Ну, тогда договорились Тем более шампанское у меня еще есть А вот ты его всегда хранишь для случайно приходящих девушек Ну, ты меня обижаешь Исключительно для не случайно приходящих девушек Прости Алло Саша, привет Ваня очень плохо Может, приедешь? Да, хорошо Прости, но мне пора идти Ваня умер, да Прости, я неудачно пошутил Прости Ну, пойми Там Мася сходит с ума Ваня ни на что не реагирует И ни с кем не разговаривает Ну, понятно И спасти его можешь только ты, да? Владимир Ну, хорошо, ладно Если ты считаешь, что тебе надо быть там, ладно Ну, учти Завтра по графику умирать моя очередь Да? Да Здравствуйте Вы к кому? Здрасте Я к Ивану Я тебя помню Я тебя в больнице видел Давайте Пожалуйста, мне нужно с ним поговорить Зачем? Из-за тебя у него неприятности Я не хочу, чтобы он снова попал в больницу Давай Я пришел, чтобы такого больше не повторилось Где он? Налево проходи Здорово Вот вещи твои ты в клубе оставил А что ты хотела, чтобы тебя с ринга унесли? Думаешь, я не знаю, что это такое? Я сам после первого боя Чуть мозгами не двинулся Парень, с которым я дрался Прямо на ринге откинулся Врачи сказали кровоизлияние Сосуды слабой, Оля Я даже на похоронах у него был Те, кто впустил? Да неважно, нам поговорить надо Нам не о чем говорить Придется Что это? Ваня вдруг принес Шпала? Ась, скажи, что опять с Ваней происходит? А что с ним происходит? Ну, он работу себе ищет Или нашел уже, не знаю По Саше страдает еще Она ведь нашла Любовь всей своей жизни И это, увы, не Ваня А, так вот почему этот бандюк Приходил Кто приходил? Ну, тот, который был в больнице Скажи, Ась Ну, куда он влип опять, а? Он кому-то денег должен И наркотики Ну, перестань Какие наркотики, пап? Ну, не убил же он никого Нет, конечно Нет, ну... Нет, ну, пап Нет, ну, это же Ваня Нет, ну, конечно, он не мог Он просто подрался там С одним типом Ну, там ситуация такая была Либо он его В общем, пожалуйста Поговори с ним сам, хорошо? Спокойной ночи И убери эту дрянь Я тогда сам пойду в полицию Признаюсь Пусть арестовывают Тебя и слушать никто не станет Менты сами рой крышуют Чего ты добиваешься, а? Я не понимаю Наказать себя хочешь? Давай, иди, дерись Тебя там так в финале Уделывают, что сам фильм посочувствует Если выживет Вань, это бизнес Фильм-то тоже капиталовложение За него сейчас поборется Вот ты вряд ли До ментовки живым дадешь Слушай, что ты за интересный человек-то такой Сам меня в историю с Ром втащил Потом заднюю дал Сейчас вытащить хочешь? Чего ты хочешь? Я не понимаю Короче, я С одним человеком связан Давно, можно сказать, по жизни Мы еще пацанами договорились Помогать друг другу Он свое слово сдержал Вот мой клуб на его бабке создан Сейчас пришла моя очередь Ну так прекрасно Я-то тут как вписываюсь вообще? У Роя есть акции Глобал Моему приятелю они нужны очень А Роя, конечно же, отказывается их продавать Уперся Вот Вадим и заключил пари, что... Подожди, с Вадимом из Глобала, который... А ты откуда знаешь? Оттуда Продолжай Ну вот, Роя сказал, что не пойдет на сделку, если... Вадим не вытургует тебя Класс Что сказал? Ваня, я жалею, что все так произошло Ну, слушай, уйди, пожалуйста, Слава Я из-за вас еще человека не убил предпринимателя Хреново, блин Опять вы? Вы бездушная продажная скотина! Все, к чему вы прикасаетесь, срушится Чтобы я больше никогда вас здесь не видела Вам ясно? Меня мама так всегда смотрела, когда я дрался Я даже как-то один раз при ней подрался Когда меня пастухом обозвали Пастухом, потому что я на флейте играл Мама так хотела Хотела, чтобы я музыкантом был А я вместо музыкалки на тренировки бегал Учитель врал, что в школе задержали А маме врал, что учитель заболел у нас Теперь все время снится, что я маме вру Уже столько лет прошло, как она умерла А я до сих пор вру А мне папа снится Ну, я не знаю, может и не папа Но мне кажется, что это он Мы с ним не разговариваем Мы просто гуляем и Идем пить Он помогает Да Когда рядом со мной плохой человек, он как-то дает мне это понять Ну, как тебе объяснить, он не говорит, но я это чувствую Кстати Про тебя он такого не говорил Круто Про Вадима Вань, ну при чем здесь Вадим? Он тоже хороший Доброе утро Доброе утро, дамы Что у нас сегодня? Вкусняшки Приятного аппетита Спасибо Взрыв бытового газа Человек в метро упал на рельсы Чемпионат Европы по керлингу Эмми Фанни Белл беременна А кто это? Да ладно Неважно Нормальные новости есть вообще? Конечно В общем Для моего ресторана Ася приготовила супер приложение В ней будут разные викторины Будут призыв шеф-повара И самое главное Это конструктор десерта Какая изобретательная Это Ася Она просто великолепная И кстати алкоголь Мы будем продавать не по паспорту А по уровню IQ И надо будет проходить тест Перед каждой тузой Вы всех клиентов уже стеряете Да, с горечью признаю Она права Чтобы ты не разорился окончательно Тебе просто необходимо Жениться на девушке Из приличной семьи Этого не произойдет Кстати, сон в руку Ты знаешь, что Оксаночка Вернулась из Германии? А дочка Васильева Помнишь ее? Мы с ними вместе отдыхали в Альпах Мне кажется, она тебе нравилась Мам, мне тогда было 10 лет Я едва помню, как она выглядит Филя У нее папа нефтяной магнат Может, не благодарите А брат у Оксаны есть? Ой Ой Так Слушай А если бы я тогда отказался драться Ты бы правда его бросила И вышла за меня замуж Ну, теперь мы этого никогда не узнаем Ну, правда, скажи Ладно Я тебе еще Рассказать хотел Рассказывай, рассказывай Я люблю секреты Давай Ну, что? Вы уже кушаете Молодцы Бабочка А папа работу проспал? Да нет Папа приболел Он сегодня не пойдет на работу Папа не пойдет на работу? Папа не пойдет на работу В смысле приболел? Он же не болеет Ну, вот он не болеет А сегодня приболел Только вы не заходите к нему А то отцепите заразу Грипп Да? Вот именно Грипп Я в аптеку Я с тобой, баба Подожди Печенье с маслом и сыром? Да Спасибо Спасибо Нельзя было дракона так подставлять Понимаешь? Сломался парень Я понимаю, Слав Я говорил с Роем Я предлагал ему деньги Он выставил 50 тысяч Это не говоря о том Сколько я теряю При расторжении сделки Нужно с Роем еще раз поговорить Он просто так от парня не отцепится Я его знаю Да еще и Ванькина девчонка На меня набросилась Переживает Простить себе не смогу Если с ним что-то случится Позвольте Нельзя Но мне нужно на мое рабочее место Там разговор серьезный Разрешал, войдешь? Пока давай, отдохни Присядь, говорю Отдохни, отдохни Черт, а Как же это все не вовремя и неудачно Да знаю я Я тебя предупреждал, что это плохая затея Короче, Вадим Давай, подключай Глобал Натравим налоговую и посадим этого Роя Тихо-тихо, Слав Подожди, не гони Если мы сделаем так, как ты предлагаешь Мы этих акций вообще больше никогда не увидим Ты это понимаешь? Да фиг с ними, с этими акциями Слушай, ты так печешься о своих людях У меня прям зависть будет В конце концов, Ваня не маленький мальчик Сам разберется Я слышал, он драться больше не будет В общем, я предлагаю так, Слав Я не буду рушить то, что я годами так скрупулезно выстраивал А Ваня пусть сделает, что хочет У вас хороший босс Волнуется за вас Я тебе завидую Не жалуюсь Знаешь, я давний фанат боев без правил Но я знаю, к вам просто так не попасть Поможешь? На Спасибо Не буду мешать И не надо на меня так смотреть, Слав Конечно У тебя акции всегда были дороже человеческой жизни Это бред Всплывающие окна нормальные антивирусы блокируют А ты сделай так, чтобы не блокируют Так, хорошо Извини, я сейчас Филечка, сынок Привет Посмотри, кого я тебе привела Узнал? А вы же, кажется, три года не виделись С тех пор, как Оксаночка в Мюнхен уехала Да, милая? Посмотри, как наш Филь развернулся Это очень популярное заведение Он сам развивает свой бизнес Младшинка Точно, как твой отец Девушки, я сейчас приготовлю вам столик А официант придет через несколько минут Нет, нет, Филь, ты нас не так понял Мы к тебе пришли Мам, я на работе Боже мой, он такой деловой Настоящий бизнесмен А это и есть крутой программист Ася, да? Да Не волнуйся, мой мальчик Я сейчас все решу А над чем ты сейчас работаешь? Вам пора, милая? Да, в общем-то, уже не на чем Ась, я... Я тебе позвоню Филь Ну, ты обещала нам хороший столик Мне кажется, это там Успех Деньги Время Тариф Деньги Успех Замечательно Ты просто убиваешь меня своими ассоциациями Неимоверные подсказки, а? Креативность просто прет из тебя А дальше Еда Аппетит? Нашел кого спросить Глобал Рот А это хорошо Рот это хорошо Это мне нравится Рот это говорить Коммуницировать Говорить по телефону Давайте, давайте, давайте Развивайте мысль Как мы подвяжем это под нашего героя аудитория Идеи, 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 идеи Соберитесь Всем привет Привет, привет Как творческий процесс? Стремительно Стоит Да перестаньте, Егор Вы просто недооцениваете работу вашей команды Но ничего Самая главная компания в вас верит Саша, вам просили передать из-за дела кадров Так что держитесь Держитесь Посмотрим Какая прекрасная пара Ну-ну Ну-ну Ну, кто же ты? Встреча всей моей жизни Алло, Филипп Надо поговорить Срочно Да Можно к вам? Минутку Какая ты молодец, что пришла, Саша Ну, Вадим Что? Я пришла не за этим Не может быть Разве ты пришла не для того, чтобы обсудить готовый финансовый отчет, а? Вадим Ну, давай ты больше не будешь приходить В комнату К Барковскому Катя от этого больная Саша Послушай, ты преувеличиваешь правду Нет, Вадим Я преуменьшаю Давай мы будем встречаться, где ты не на работе Хорошо? Давай Спасибо Что это? Это ключи Это ключи Ты даешь на ключи Своей квартиры? Да Я даже готов приготовить Вкусный романтический ужин Да? Звучит Заманчиво Это съедобно? Это очень съедобно Ну это же бизнес, Слава Это ваш бизнес, не Ванин Не ломайте парню жизнь Придумите себе другую схему Осталось только забрать эти чертовы акции у Роя И контрольный пакет акций наш Слава, боец не уходит с ринга перед финальным раундом Ты про Ивана? И про Вадима Все, Андрю Я не хочу подставлять человека на смерть Он так здесь случайно казался Из-за девушки своей Возможно, вы правы Всего доброго Тепло Сердец Да полный сердец Мы находимся с вами в метафорическом Метафизическом И в полном, как бы сказал бы, тупике Может, нам надо перестать играть в игры? Просто решать проблему А вот это мне нравится Продолжайте извидеть Катерину У вас хорошо это получается Отлично Тогда я предлагаю перестать ловить людей на самое оригинальное Мы провели фокус-группу Глобал устарел Нам нужен ролик со звездой Нет Ни при каких обстоятельствах Это банально Старо как мир Давайте хотя бы обсудим Не знаю, про голосу А я согласна Молодец Это, конечно, старый ход Но он всегда работает Потому что люди хотят быть похожими на знаменитостей А что, если эта знаменитость не просто звезда А идеальная жена Многодетная мать Да И ей нужно все время быть на связи со своим мужем И со своими детьми Особенно на работе Идеально Ну, все наши разработки были направлены на молодежь и мужчину Кстати, по статистике, самая мощная аудитория – это женская Да Я вам хочу сказать по секрету, а не по статистике Не все мужчины подкаблучники прислушиваются к мнению своих жен Да, но все мужчины экономят Поэтому он будет покупать одинаковые тарифы у одной компании для всей своей семьи Ну, хорошо, я соглашусь с тобой Если фокус-группа покажет хорошие результаты по вашей идее Мы будем перекладывать рельсы в вашу сторону Если нет, тогда, кружище, Костя Мы будем использовать твою, хоть и не фонтанирующую, но идею Другой у нас нет А я могу продублировать всем на почту Да ты уже пять раз продублировал Спасибо Ага Ну что ж, господа По итогам последней недели наши продажи упали всего на полпроцента Потому что на прошлую упали на восемь Господа, я прошу вас, включите оптимизм Инвесторы от нас не отвернулись, это уже победа Послушайте, если рассуждать без эмоций Каждый человек из моей команды может найти отличную работу В любой другой компании Ну, раз мы уже заговорили об этом Это все равно станет скоро всем известно Мне предложили работу в Стармобилл Ну, зарплату вам по-прежнему платят Ну, в моем случае речь идет даже не о деньгах Об имидже Все ведет к тому, что эта компания закроется Кстати, меня пригласили в Юникс Медиа Я буду забирать своих людей Что ж, я надеюсь, что все остальные подыскали себе места постабильнее Приятно было с вами поработать Я вас больше не задерживаю Благодарю вас Успехов Благодарю вас Удачи Благодарю Крысы бегут, кораблю легче Ну, а ты подыскал себе местечко? Вы серьезно? Что, не подыскал? Как-то неосмотрительно Ну, прости, прости Все хорошо Все хорошо Попроси, пожалуйста, чай с мятой Наверное, с каплями Вер, принеси чай с мятой И капли Волго скорую лучше Еще не хватало Бараковский сейчас думает о норме витке А я, кажется, в больнице С ума сошел Вся работа на смарку по имиджу Ну, хотя бы домой отлежаться Знаешь, что я подумал? Продать все свои акции Махнуть куда-нибудь на Гуа или там в Гонолулу Почему именно в Гонолулу? А почему нет? Сойти с дорожки и выйти из этой гонки А на Гуа или там на остров Пасхи Какая разница? Устал я, Леонид, очень устал Спасибо Мы заключаем с вами сделку Оговариваем условия Бьем по рукам Я вкладываю немалую сумму в подготовку боя Не преувеличивайте, мистер Рой Я посчитал, сколько вы потратили При доходах от вашего бизнеса Это сущие копейки Не считайте деньги в чужом кармане, господин Эндрю Вы не представляете, что стоят репутационные потери В случае, если бой не состоится Согласен Безвыходное положение И чтобы не потерять репутацию Вам нужно заставить дракона выйти на ринг А дальше делайте с ним все, что хотите в наседание другим Но, как говорил мой дед Мертвые приносят Только убыток У вас дракон то должен То не должен В вашей команде нет единства Ну, было до недавнего времени Но, знаете, есть хорошая английская пословица Женщина способна одним взглядом победить целую армию Господин Эндрю Если выбирать между любовью к деньгам и любовью к женщине Я однозначно выбираю деньги Вот в этом бы и с драконом и не похожи Я с ним во многом не похож Дракон, в отличие от вас, романтик И он сделает все Ради единственной и любимой девушки Вы не так простые, как я о вас думал, господин Эндрю Вы предлагаете сотрудничество Я даю вам информацию А вы возвращаетесь к сделке Окей? Вадим? Леонид, как дела? Потихоньку тонем Да вы оптимист Я же сказал потихоньку Ага Что? Ну, да, собственно Ну, с чем дело говорить? Полтавский сказал сегодня, что устал Хочет продать свои акции И уехать рыбачить в Ганалулу Почему именно в Ганалулу? Мне кажется, вы преувеличились, Леонид В конце концов, он мог сказать, это под эмоциями Что он плохо себя почувствовал и прочитал плохие новости Ну, Полтавский никогда ничего не говорит под эмоцией Если он говорит, что хочет продать акции Значит, он уже как минимум нашел покупателя Хорошего дня Если так и дальше пойдет, то наш ресторан станет первым в городе О, так что там как-нибудь повышенница Какой-никакой Смекаешь? Давай, коту Ася! Да не смешно Удивительно Сама назначила встречу Сама пришла на нее Да еще и не опоздала Кто-то умер? Так сказать, ты что, влипла куда-нибудь? Нет, Филипп, походу это ты влип Не понял В общем, я не собиралась, конечно Но я случайно наткнулась в интернете на аккаунт твоей этой Оксаны Случайно наткнулась, да? Я покопалась У нее есть еще одна страница под другим именем Короче, она не училась в никакой Германии Она все это время жила у моря и воспитывала ребенка А сейчас решила вернуться Я просто подумала, что тебе надо знать Ну и мальчик, девочка? Как ее зовут? И грудь у нее силиконовая Надо будет обязательно пощупать А зачем ты мне это все рассказываешь? Я просто хочу, чтобы ты знал На ком тебя собираются женить А меня что, собираются женить, да? А ты аккаунт своей мамы вообще не читаешь? Господи, у нее есть аккаунт И что же она постит? Котиков? Она выставила вашу фотку с Оксаной И написала, что вы прекрасная пара Ну слушай, по-моему, прекрасная Ну да Да, Филипп, действительно, она хорошая Совет вам да любовь Так когда ждать новый материал, Ась? Саша Простите, пожалуйста У меня возникла идея еще одна Вы сейчас не спешите? Ну, не то, что вы Просто можем вместе поехать Я вас домой отвезу, поговорим Вы же домой? Ну, я собиралась Да, домой Ну, если неудобно, можем, конечно, и завтра Да нет, Барковскому он задавать Материал же нужно Ну, отлично, тогда поехали Да Вадим, это же грандиозно Мы можем скупить контрольный пакет акций Полтавского Нет, не можем У нас нет денег Я могу занять деньги Нет, не могу Хорошо, у нас нет контрольного пакета Нет денег на контрольный пакет Но у нас достаточно акций Для блокировки решений Полтавского И он не сможет продавать свои акции Вуаля Вадим, я уважаю твою игру в интригу И все такое Но если сейчас Полтавский узнает, кто ты такой Если он узнает, кто скупал его акции Это уже не имеет никакого значения Ты понимаешь? Знаешь, о чем я думаю, Андрюш? Как купить контрольный пакет? Согласен, это было бы эффектно Я думаю о том, что зря я тебя сюда притащил А? В Лондоне тебе бы цены не было А тут Тут у нас с тобой никогда ничего не получится Никогда Потому что куда ни плюнет, всех жалко Всех и Полтавского жалко И Катю жалко Никакие акции, никакие деньги не стоят таких жертв Вадим Я надеюсь, это сарказм Короче, я не буду ничего делать, Андрюш Если хочешь продавать их Пускай продает Подожди, зачем ты мне тогда все это рассказал? Чтобы ты принял правильное решение и уехал Как можно быстрее Пока здесь все не накрылось медным тазом А ты куда? А меня ждет Мое правильное решение Кажется, первое в жизни Хорошего вечера, Энер Привет У вас все в силе? Ой, Саша, это отличная идея Мне очень нравится Еще, еще мы можем создать интернет-страницы От их имени И выкладывать там какую-то информацию Только единственное, надо выкупить права Тогда все пользователи будут думать, что они не просто актеры Которые сыграли у нас в роликах А они реально потребители глобала Да, хорошая идея Вы здесь живете? Да, это мой дом Я, наверное, заеду за вами завтра Мы сможем как раз во время дороги еще что-то обсудить Я думаю, не стоит Я сама доберусь Ну, смотрите Да Спасибо Спасибо Хорошего вечера И вам Что, что вы делаете? Что это крыло? Помогите! Отпусти меня! Помогите! Стойте! Помогите! Стойте, что вы делаете? Отпустите! Что происходит? Помогите! Помогите! Отпусти меня! Боби! Боби в аренцию! Боби, что не вернут Глаза, что на солнце Летят и не слепнут И есть ли на свете Те дивные стволы Где звезды не краснут Где краски не пленут Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...